Всем привет, с вами снова MaxDays7 и на очереди у нас новенький фри-то-плей проект, а также проект с возможными достаточно большими инвестициями, в который я буду заходить и сейчас я попытаюсь объяснить почему. Итак, что же привлекло меня в самом-самом начале? А привлекло меня в самом начале это именно удобство. Но, честно говоря, я на своей памяти даже не припомню проекта, где бы настолько все продумали для пользователя с точки зрения эргономичности. То есть здесь есть абсолютно все. Если вы хотите посчитать, сколько у вас будет доходность, статистика, сколько вы всего заработали за все время, за еще какой-то отрезок времени, сколько вы получите, калькулятор сразу вам дается, ну вот, прям изначально. Также можно выключить анимации, чтобы не перегружать вашу систему, если вы планируете постоянно там наблюдать. И это только вот в основной части игры. Каждый абсолютно элемент, он вам подсвечивается. То есть если у вас написано всего урона, вам показывает полную цифру, суммарный урон. Если вы не понимаете какой-либо аспект, вот вы просто на него наводите, и у вас сразу такая модалочка выскакивает, которая показывает абсолютно всю информацию. Сам принцип игрушки. Давайте будем честны и просты. Это не, ну, даже близко не что-то новое. Это базовая игра, которых было многое-многое-многое множество, но тем не менее от этого она не перестает быть интересным. То есть сам по себе принцип, он работает по такому образу, что вы покупаете себе, скажем так, солдат, армию, еще что-то, и это все наносит какой-то урон. И, соответственно, у вас появляются каждый раз противники, которые имеют определенное количество хп. И вот каждый из солдат, он может быть разный. Вы сразу видите, сколько он наносит урон в секунду, УВС, урон в секунду. То есть если даже вы кликаете, как я и говорил, один наемник наносит противнику одну единицу урона в секунду, за каждые 24 часа будет нанесено 86400 урона за 30 дней, 2 урона и так далее. И за весь срок найма сразу же показывает, сколько будет нанесено урона. И все, что вам нужно для того, чтобы играть, это нанимать все более-более-более сильных солдат. Сразу скажу, на фри-ту-плей вам изначально дастся 100 тысяч, и в принципе я на данный момент не вложил ни копейки в игру. Жду, пока с другого проекта вернется денежка, и тогда уже буду полноценно донатить. Соответственно, фри-ту-плей вы можете позволить себе, ой, сколько угодно вот этих штук, даже можете 100 тысяч их позволить себе, и вот до сюда вы доходите. Потому что, когда вы выполните обучение, оно там достаточно простое, и пройдете его, в общей сложности вы получите 100 тысяч именно рубинов, кристаллов рубинов, в принципе называйте как хотите. И которые, соответственно, равняются 0.015 центом. Даже, наверное, ну чуть меньше, да, цент с чем-то, цент с половиной. И они уже наносят вот столько вот урона, и, соответственно, у них окуп идет 0.6% в день, именно окупаемость. Это значит то, что один наемник будет зарабатывать от своей стоимости 0.6% в день. И в итоге их общий окуп составляет 167 дней. Но, внимание, важно понимать, чтобы вы не думали, что это прям непродуманная какая-то прям супер пирамидальная игра, это все еще пирамида. Понятное дело то, что пользователям будет выплачиваться награда в основном от других пользователей. Да, я думаю, что разработчики, которые столько сил и времени вложили в этот сайт, найдут правильное применение к деньгам. И это будет делаться не только за счет пользователей, но тем не менее, какого-то определенного, скажем так, определенной деятельности по зарабатыванию денег здесь не демонстрируется. Но, внимание, ваши вот эти солдаты, они живут ровно, скажем так, 200%. То есть, вот если вы наведете 200% золота, и контракт с наемником подойдет к концу в тот момент, когда он заработает для вас 200% от своей стоимости. А это значит то, что мы перемещаемся плавно вниз-вниз-вниз по непосредственно войнам и прочим, и перемещаемся на данный момент к самым сильным магам огня. Они стоят 500 баксов, либо в эквиваленте 500 миллионов вот таких вот кристаллов и рубинов. У них очень много урона, и у них самая высокая доходность на сегодняшний день. Если вы видите, это 0.95 в день. То есть, оккуп составляет 106 дней. Следовательно, за 106 дней вы сможете полностью отбить вашего мага огня, и еще следующие 106 дней вы уже будете получать чистый профит. Потом он у вас пропадет. Чем больше вы их, соответственно, купите, тем больше вы будете получать и зарабатывать. Как видите, пожалуйста, показывается абсолютно все, сколько он будет зарабатывать и прочее. Скоро также добавятся и повыше уже уровни, но нас интересует хотя бы вот просто то, что есть. Что требуется от вас как игрока? Честно говоря, да ничего. Разбираться в механике и заходить периодически собирать награду. Если что, в то время, когда вы не находитесь на сайте, вся ваша армия все еще наносит урон и все еще, соответственно, зарабатывает вам деньги. Но, теперь давайте подробнее разберемся немножечко по именно игровой механике. Игровая механика, казалось бы, простая, покупай армию и все. Но вы должны знать некоторые аспекты. Первое. Здесь есть 10 зон, 10 локаций, и на каждой из локаций есть 3 противника. Первые 2 противника это обычные противники, не боссы, ничего. Третий противник чаще всего это какой-то, ну, более жирный монстр, который является каким-то боссом. И после его убийства вы переходите на локацию номер там. Вот у меня сейчас 8, если я убью этого элементаря огня, то я перейду на локацию номер 9. Потом перейду на локацию номер 10. И как только завершится локация номер 10, у меня добавится вот сюда одна циферка. Это циклы. Что такое циклы? Можем почитать. Каждый раз, когда вы побеждаете последнего противника в последней локации, начинается новый цикл. С каждым переходом на новый цикл здоровье всех врагов и ваш доход с них увеличится на 1%. Что это значит? В потенциале, в самом начале, вы будете получать добычу очень часто. Потому что вы будете часто-часто убивать противников и, соответственно, очень часто получать добычу. Но чем дольше вы будете играть, тем реже, но крупнее добычу вы будете получать. Потому что рано или поздно у вас будет там, не знаю, тысяча циклов. А это значит то, что здоровье увеличится там просто, ну, в десятки раз. И вы уже не сможете так быстро убивать этих монстров. Но при этом награда, которую вы получите при их убийстве, будет точно так же увеличена. Меня изначально смутило. Я в какой-то момент задумался, что а не получится ли так, что награда уменьшится, потому что я буду убивать, ну, реже монстров. Нет. Награда и здоровье увеличиваются одинаково, пропорционально по 1%. То есть именно заработок ваш никак не уменьшится. Но вы будете его получать просто реже. Больше, но реже. С циклами разобрались, соответственно, с локациями и противниками разобрались. Вот список добычи, который после победы именно над монстром вам будет зачисляться вот сюда. И через какое-то время вы можете уже нажать и собрать именно баланс. Но даже просто за урон по монстру вы тоже получаете непосредственное количество именно самоцветов. Вот как это правильно будет называться. То есть самоцветы вы получаете всегда, но вот эту вот награду вы будете получать уже только по окончании убийства именно монстра. Также здесь есть еще уровень. Вот о котором мы можем поговорить и посмотреть. Получайте ускорители доходности, бустеры каждый раз, когда вы достигаете определенного уровня. Здесь у меня сейчас 12 уровень. Честно говоря, можно сделать это буквально за день. То есть это не сложно. Потом объясню как. И именно на фри-то-плей даже без доната. Секундочку. Так, я получил уже 10 и мне дали бустер 1-10% на 24 часа. Естественно, я не стал его тратить по причине того, что когда я заденачу, он мне принесет гораздо больше выгоды, чем сейчас, когда у меня только фри-то-плей непосредственно юниты купленные. Соответственно, на 50 уровне вы получите уже 20% бустер, на 100 уровне 25% и так далее. Поехали. То есть уровень апать именно стоит. И бустеры у нас находятся вот здесь. Здесь вы можете нажать их применить, если они у вас доступны. Бустеры способны значительно увеличить ваш урон и ускорить заработок опыта на определенный промежуток времени. Самый простой способ получить их это повысить уровень аккаунта. Кроме того, бустеры иногда разыгрываются в некоторых акциях от администрации в нашем телеграм-комьюнити. Так что я советую сразу же подписаться на их телеграм-канал, чтобы не пропустить халяву. Возможно, вам повезет и получите что-то еще. Как видите, здесь даже сами разработчики предупреждают, что относитесь к ним с предельной осторожностью, так как их получить сложно. А профит с них нужно попытаться достать максимальный. Вот если вы долго не заходили, вы можете собрать и получаете и опыт, и соответственно самоцветы. Помимо этого, мы разобрали циклы, мы разобрали опыт. Теперь мы разбираем то, где вот это все получать. Также у нас есть еще... Отображается сумма и список ваших модификаторов, применяемых к урону в секунду к опытам. Модификаторы пока что я не получил ни одного. И если честно, это будет отдельная тема, как их потом получить в другом ролике. Далее пошли просто по самому сайту. Ролик будет длинный, но разберу все, что есть. У нас показывается и онлайн, и все абсолютно чаты. Если нажимаем играть, попадаем в это меню и видим, следовательно, всех наших воинов, так сказать. Идем дальше. Аккаунт настройки статистика. В статистике мы, естественно, можем увидеть общую статистику по, скажем так, всех, всем пользователям. Сколько дней работает сайт? Пожалуйста, 33. Сколько посетителей на сайте всего было? Сколько было регистрации? Сколько внесли в общем депозитов? Сколько уже выплачено? То есть вы видите то, что ну как бы касса вымывается, как говорится, да? Не так, чтобы быстро. Последняя регистрация человека. Сколько игроков онлайн? То есть вся статистика здесь, она доступна. Есть лидеры по событиям, по всему, что вы только захотите. То есть по урону в секунду. Вот у кого-то, допустим, 19 миллиардов урон в секунду. Все остальные, видите, как-то послабее уже. Чтобы получить не 19, а 12 миллиардов, допустим, самый крутой маг 500 миллионов в секунду наносит. Следовательно, вот этот топ-1 человек, если мы берем... 12, ну миллиардов, да? 12 просто делим на 5 и получаем, что он вкинул где-то, ну, чуть больше, чем 2,5 тысячи. Ну, где-то, по идее, так. 2 тысячи там 400, может быть 2 тысячи, может быть 3 тысячи где-то внес. Также мы можем вернуться вот на Гемли и посмотреть вот менюшку, которая нас именно встречает с анимациями, сколько всего выплат, интер и в меню. Ну и после этого мы, соответственно, можем открыть roadmap, конкурс, статистика, правила, либо нажать опять играть и перейти дальше. Смотрим. Заработок. В чем у нас является заработок? Помимо этого, есть еще серфинг сайтов. И здесь, честно, мне взорвали мозг, потому что это настолько удобно и приятно. Да, я понимаю, что он ограничен, его не так много, но просто посмотрите, как выглядит здесь серфинг. А на него, кстати, также действует реферальная система. То есть, если вы регистрируетесь по этой ссылке и после этого вы смотрите непосредственно серфинг, то ваш вышестоящий получает с этого какие-то бонусы. Надеюсь, вышестоящим у вас буду я, но дальше посмотрим. Смотрите. Нажимаем смотреть. У нас здесь появляется таймер, сколько нам нужно находиться на странице, никуда не уходить при этом. И также сайты здесь разные. То есть, я уже даже заинтересовался двумя проектами, которые здесь показывались. Они абсолютно разные показываются. Некоторые прям очень на старте. И, честно говоря, это прям очень интересно. Когда у нас таймер дожидается, скажем так, нуля, да, дожидаемся нуля, у нас говорят. Для прохождения проверки на робота нажмите по кнопке с цифрой, указанной картинкой слева. То есть, своеобразная капча. Мы видим здесь очень-очень искореженную цифру 50. Нажимаем цифру 50. И, пожалуйста, у нас либо перебрасывает на сайт, где мы были, либо просто вот, ну, остается на этом сайте. Мы его закрываем. Пожалуйста, получили 540 себе на баланс. Запомнили, да, 769. Давайте посмотрим еще одну, точно такую же. И смотрите. У нас здесь AirGame. Тоже о проекте. Контакты, помощь, регистрация. Получите бонус за регистрацию. Мы точно так же просматриваем сайт. Нас никто не заставляет регистрироваться. Здесь тоже показывается вся такая статистика. Показывается, сколько уже проекту. И после этого, когда таймер у нас заканчивается, мы опять смотрим на цифру. Это у нас здесь, по идее, 66. Выбираем ее. И нам зачисляется и опыт, и, соответственно, все остальное. Вот. Теперь мы обновляем, и за два задания, оп, у нас уже 2,8к. И таких заданий мне доступно 30. Я не делаю их все сразу, хотя хотелось бы, для того, чтобы показать вам, что, ну, они действительно есть. И их немало. Некоторые по 300, большинство по 300. Некоторые вот бывают подороже. При этом они постоянно обновляются. И это уже, как минимум, круто. Далее у нас идет, соответственно, глобальный конкурс. Ежемесячно в глобальном конкурсе мы разыграем миллионы самоцветов среди 20 игроков гемли. И здесь вы можете посмотреть уже условия конкурса. В конкурсе участвуют все игроки. Призы зачисляются сразу после завершения. Конкурс начался тогда-то. Конкурс начался тогда-то. Как зарабатывать очки? Одно очко за каждый доллар вашего депозита. За каждый депозит реферала, соответственно, очки. И за каждый доллар, выплаченный вами. Это у нас, видите, сразу подскажечка. Имеется. Вы сделали выплату на 100 долларов. И сразу после этого получили 15 очков в глобальном конкурсе. То есть выплата подразумевается именно вывод из проекта. За это вам тоже дают очки. И, соответственно, уже самое маленькое за просмотр ссылки в серфинге. До окончания 12 дней. Кто зайдет? Вот видите, я занимаю 29 427 место в таблице участников. Что, в принципе, объективно. Потому что у меня абсолютно нету депозитов сейчас на данный момент. И, следовательно, у меня нету, как это правильно выразится, рефералов. На данный момент у меня их абсолютно ноль. При этом, как видите, первые 20 мест. Кто-то получит по 25, кто-то получит по 100, кто-то по 500, кто-то по 1000. Повести может, по идее, каждому. Помимо конкурсов, да, помимо конкурсов идем и видим еще квесты. Квесты тоже достаточно интересная тема. Но самый, конечно же, очевидный для меня квест – это загрузить на YouTube видео о проекте. И оно сейчас как раз-таки и записывается. Но это может сделать любой. Потому что здесь, даже если нажать подробнее, вам сразу же говорят, что от чего зависит оплата. Оплата будет зависеть от множества критериев. Минимальная длительность видео такая-то, да, качество картинки, разрешение экрана и прочее. Но при этом говорится, что задание многоразовое, его можно выполнять раз в три месяца. Строго запрещено воровать видео у других игроков проекта. Так что я не советую пытаться загрузить чей-то чужой ролик. Записывайте его сами. И, внимание, самое важное для тех, кто будет играть на фри-ту-плей. Да, и даже для донатеров, почему бы не получить на халяву что-то. Количество подписчиков и просмотров видео не играет значение на оплату. Следовательно, вы просто популяризируете проект. И за это уже платит вам разработчик какую-либо награду. Да, может быть, вы не получите максимальную награду тут в стока или 5 миллионов. Но, сами понимаете, это не такие огромные цифры. То есть, там, что 10 центов, что 5 долларов. Практически любой из моих подписчиков может занадить в игру 5 или 20 каких-то долларов. Соответственно, публикация выплаты о том, что вы что-то вывели. Это тоже у нас, как бы вам сказать, ну, такой неплохой буст. Пускай и 10 центов. Но для фри-ту-плей, если вы смогли накопить какую-то супер-супер минималку, вам это поможет. Заработать в общей сложности 100 миллионов самоцветов. Опять же, нас вознаграждают. То есть, то, что мы в игре остаемся на долгое время, нам вознаграждают это. И 1000 циклов. Как я уже говорил, тоже идет вознаграждение. Также нужно уничтожить не менее 10к монстров. И тоже, как вы видите, есть вознаграждение. Это квесты. Далее, финансы. Насчет пополнения и выплаты, а также транзакций. Здесь все еще более интересно. И мне кажется, я сейчас слишком перехвалю в итоге проект. Смотрите. Здесь сразу вы можете выбирать непосредственно валюту. У меня сразу показываются рубли. Я белорус, конечно, но ничего страшного. И криптовалюту. И пополнений действительно, ну, очень много. Видите? То есть, огромное количество монет, каких-то сервисов, зиткэшов, эфири в разных сетях. Даже через рубли сразу вам показывают, что вы можете заплатить через Тинькофф, МТС, Альфа, Сбер. В евро, к сожалению, пока что только Епэй и Пайр. То есть, каких-то прям супер карточек не подвезли. В USD тоже показывают, что вы, опять же, можете криптой заплатить. Хотя, по идее, мне кажется, что это было бы логичнее здесь показывать. Но, тем не менее. Пополнить вообще легко. Курс обмена вы сразу видите. То есть, 1 доллар равняется 1 миллиону самоцветов. И вы сразу вот можете. Быстрый ввод. Сколько хотите к оплате, столько и получается. А теперь смотрим выплату заработка. Здесь меня что еще больше поразило. Вот вы видели непосредственно задание о том, что разместить историю о том, что вы совершили выплату какую-то. То, что вам действительно пришла выплата. И теперь давайте посмотрим самое интересное. Если выбирать в криптовалюте, допустим, для меня это наиболее удобный вариант. И я бы взял, наверное, Tether BIP20. То мы видим то, что комиссии у нас забирают 1 доллар и минимальная сумма 5. Следовательно, для того, чтобы нам что-то вывести, нам нужно накопить как минимум на 6 долларов. И если мы напишем 6, нужно собрать 7 миллионов. Это будет собираться не быстро. Вы сами можете посмотреть, это по калькулятору спокойно посчитать, что для фри-то-плей это будет действительно долго. И вы, возможно, не сможете выполнить задание о непосредственно выводе. Но теперь давайте перейдем в рубли. И давайте, допустим, просто в рубли на MasterCard. Или даже, может быть, на мир, на что угодно. И мы здесь видим, что если мы берем какие-то вот такие вещи, то у нас минимальная сумма становится 5 тысяч. И, соответственно, комиссия 50. Все еще много. Ну, как бы немало, правильно? Но где-то я видел вывод. Честно, не помню где. Вот. Вот. Если вы будете делать вывод за Pair, то посмотрите, у вас минимальная сумма вывода на Pair это 5 рублей. И комиссия всего 1% от 5 рублей. То есть, ну, вообще смешно. Чтобы вы понимали, типа, это вам даже если 10 рублей вывести, это нужно 131к. При условии, что вы фри-то-плей, когда регистрируетесь, вам дается 100 тысяч. И, в принципе, за какое-то определенное количество времени вы можете там собрать эту сумму на вывод. И потом получить еще дополнительно сумму за то, что вы пришлете историю о том, что вы сделали вывод. Как по мне, ну, мне кажется, это прям удобно и классно. По, конечно, окупаемости нужно еще смотреть, сколько вы будете серфить в интернете. То есть, именно в заработке, как часто вы будете все выполнять по серфинг-сайтам, потому что они дают самый ощутимый прирост именно в начале, когда вы начинаете только-только развиваться. и, соответственно, далее у нас после финансов идут транзакции. Транзакции – это, очевидно, ваше уже непосредственно. Транзакции – то, что вы вводили там и прочее. Безопасность здесь у вас, ну, это уже смотреть особо не нужно. Здесь можете изменить полностью как-то свой аватар, добавить еще что-то, какие-то аккаунты в социальных сетях подтянуть. И вот, соответственно, здесь вы можете найти свою реферальную ссылку. Далее у нас рекламодателю. Сайты в серфинге – это уже не для нас, это для тех, кто непосредственно хочет оставить здесь свою рекламу. Хотя, может, кому-то из вас это будет полезно. И здесь идет о программе. Партнерская программа здесь присутствует, как и в любом подобном проекте. И что мы здесь имеем? Получите самоцветы, приглашаю друзей. Зарабатывайте до 5% с каждого приглашенного пользователя. Как это работает? Распространите ссылку среди друзей, получайте самоцветы за действия, распоряжайтесь заработком, как пожелаете. Также у нас сразу есть уведомление о том, что строго запрещено самостоятельно регистрировать аккаунты по собственной реферальной ссылке ради получения бонусов и дополнительной выгоды. Нарушение данного правила карается блокировкой всех созданных вами аккаунтов. И здесь важно учесть один нюанс. Я связывался с разработчиками, с поддержкой и спрашивал, допустим, я живу с девушкой, могу ли я зарегистрировать девушку как своего реферала, хотя у нас одинаковый интернет, потому что мы живем в одном доме, и, следовательно, от интернета идет одинаковый айпишник. На что поддержка дала мне четкий ответ – нет. Ваша девушка может играть, но не как ваш реферал. Поэтому, если кто-то хочет как-то поделать мультиаккаунты, я попрошу все-таки отказаться от этой затеи сразу. Ну, а если уж вы и не откажетесь от нее, то делайте сами на свой страх и риск, я тут уже вам не советчик. Следовательно, смотрим далее размер вознаграждений. 5% от суммы каждого депозита реферала первого уровня. 2,5% от суммы каждого депозита реферала второго уровня. То есть мы видим то, что у нас рефералка, она процентная, и она у нас на 2 уровня. То есть лично приглашенные и те, кто пригласят уже после паста. То есть ваши лично приглашенные кого-то пригласят. Получаем 5% от 2,5%. И также мы еще видим, что есть рефералка, пускай и очень маленькая, но, тем не менее, за фри-то-плей игроков, сколько бы их не было, за каждый просмотр в серфинге сайтов вы получаете дополнительно 100 самоцветов. И если у вас будет много рефералов, не знаю, друзей, которых вы даже не будете подбивать сюда, вкладывать деньги. Хотя я, наверное, настоятельно рекомендовал бы, пока это именно на старте, что-то попытаться вложить, отбить. Потому что в любом случае вы сможете достать отсюда сумму x2, это максимум. А, как мы знаем, любой пирамидальный строй, да, то есть где таким образом осуществляется выплата, это, как бы вам правильно сказать, ну, они долго не живут, если выплачивают вот эти вот 100% очень быстро. А здесь мы видим то, что даже на самом крутом тарифе, условно, да, на самом крутом маге на данный момент, исключая то, что скоро выйдет, у нас получается окупаемость 200 дней. Соответственно, игра, я думаю, проживет, ну, минимум полгода. А вообще в потенциале, учитывая то, как бережно и строго разработчики относятся к своему продукту, что-то мне кажется, что проживет она и годик, а может даже и больше. Буду на это надеяться. Так что, соответственно, рефералка здесь вполне себе хорошая, и на фри-то-плей даже можно что-то пытаться заработать. Насчет рефералов, вот, пожалуйста, тут грустный смайлик о том, что у меня их нет, и, следовательно, ссылки-баннеры. Я так понимаю, вот эти все ссылки, они предназначены, внимание, разработчик даже побеспокоился о том, чтобы вам было где взять баннер, чтобы разместить его в анимации, не знаю, где-то в своей социальной сети со своей ссылкой. А также, если гуглить Гемли, то здесь есть очень ушлые уже люди, которые воспользовались. Видите, реклама Гемли.GG. То есть, вот это неофициальный сайт, точнее, это официальный сайт Гемли, но это чья-то реферальная ссылка. То есть, если вы просто напишите Гемли в Гугле, вы все равно к кому-то попадете по реферальной ссылке. Потому что, к сожалению, она как бы встроенная, да? То есть, вам, чтобы найти именно сам Гемли, нужно будет переходить по ссылкам, там, не знаю, ютуберов или еще кого-то, либо просто вписывать непосредственно сам сайт. То есть, не переходя вот по этой ссылке, а, допустим, копируя вот таким вот образом. Гиги, это, кстати, даже ссылка. Как видите, здесь вот у нас СССР. То есть, если вы просто напишите вот так вот сайт, играя и зарабатывай, то вы попадете туда, куда нужно. А вот если вы уже впишите вот такую штучку, то есть, допустим, мы сделаем вот так, и нажмем ОК, то вы уже, получается, регистрируетесь по реферальной ссылке другого человека. В принципе, мне кажется, я рассказал практически все о проекте, что хотел. Я рассказал, каким образом здесь можно играть на фри-то-плей, как пополнять, соответственно, следить за чатами. В принципе, да, все. Все, что я сделал на фри-то-плей, это купил там несколько десятков энтов. Ладно, 15 штук, потом чуть-чуть воров, потом одного этого, и вот дальше это все, на что у меня хватало. Потому что цена разнится довольно сильно. То есть, по 15 тысяч непосредственно самоцветов вы можете на фри-то-плей спокойно покупать себе наемников, а вот уже по 250. Это скорее относится либо к тем, кто очень много насерфит. То есть, вы можете действительно сразу же понимать, что чем выше тир именно, как это сказать, воинов, да, то есть бойцов, которых вы нанимаете, тем лучше у них окупаемость. И, следовательно, если у вас есть возможность купить, допустим, сразу 250-ка, игнорируйте просто вот всю эту мелочь. Вам только по самому началу на старте игры, именно после регистрации, когда будете проходить обучение, а вас там попросят купить 5 антнов, там еще кого-то купить. Но как только вы обучение пройдете, получите 100 тысяч вот непосредственно самоцветов. Далее вы уже можете даже вкинуть какую-то банальную маленькую денежку, чтобы купить что-то себе помощнее и смотреть на то, как это окупается. Периодически заходить в игру. Что самое забавное, здесь нет какого-то лимита на то, сколько вот здесь вот соберется ресурсов. То есть вы можете заходить в игру хоть раз в неделю и забирать свою денежку и потом сразу ставить на вывод. Но если вы хотите активно развиваться, то, может быть, надо заходить почаще, потому что серфинг сайтов приносит для фри-то-плей действительно много. И хотелось бы его каждый день полностью весь проходить, чтобы у вас здесь ничего не оставалось. На следующий день заходить и смотреть, есть там что-то новенькое или нет. Итак, это был очень длинный ролик. Соответственно, у нас игра GEMLI. С вами был MaxDay7. Надеюсь, я объяснил все, что нужно было. И удачи вам и успехов в развитии в этой игре. Субтитры сделал DimaTorzok